Привет! Начать этот выпуск хочется с довольно непривычного ракурса нашей планеты. Кто-нибудь видел снимки Южного полюса с этой стороны? Будто кто-то швырнул в Землю гигантский снежок. И да, это самый холодный материк. Полярное сияние и без того удивительное явление, даже когда смотришь на него снизу. Но с космоса процесс еще сильнее завораживает. Снимок сделан над Индийским океаном в 2011 году с МКС. Перед вами снимок одной древней деревушки из Нидерландов. Эта звезда была сделана еще в далеком 1593 году, чтобы можно было контролировать единственную проходящую здесь дорогу. Сегодня это музей под открытым небом. Приготовьтесь, фактория на сегодня собрала и не такие удивительные кадры. Возможно, вы тут же догадались, что запечатлели на этом снимке. Извержение вулкана. Дело происходило на Курильских островах в июне 2019 года. Эта земляная скульптура находится на территории Великобритании. Она была возведена в 2012 году и носит гордое название «Леди Севера». Девушка в длину достигает 400 метров, из-за чего ее прекрасно видно со спутника. Храмовый комплекс под названием «Ангор-Ват» просто невероятных размеров. Расположен он в Камбодже. И многие называют его самым крупным из культовых сооружений в мире. Один из курортов в Соединенных Штатах Америки. Главное здание, естественно, находится в самом центре. И такая структура застройки может показаться довольно удобной. Этот солнечный коллектор находится в Испании. Вокруг центрального комплекса по вырабатыванию энергии расположено 2650 зеркал, которые собирают тепловую энергию и направляют ее в центр. Наверное, многих завораживает вид полей, когда взлетаешь или приземляешься на самолете. Смотрится так, будто наша планета собрана из множества отдельных клочков. Даже на фотографии со спутника это удивляет ничуть не меньше. Национальный парк Йеллоустоун, который также находится в США. С такого ракурса понимаешь, что на Земле присутствуют все возможные цвета. Еще одно извержение вулкана, которое можно рассмотреть гораздо лучше. Дело происходило в 2022 году на Гавайях. Бушующая стихия – самое страшное, что можно придумать. На территории Ирака находится озеро кроваво-красного цвета. Официально объяснения этому явлению до сих пор нет, и этот факт пугает только сильнее. Это послание здесь оставил очень богатый арабский шейх. Высота каждой буквы 800 метров, а общая длина 3 километра. Так что перед вами самое большое слово на нашей планете. Эти губы здесь, в отличие от предыдущего случая, появились без человеческой помощи. Это холмистое образование находится в Судане. Они выглядят словно пасхалки от создателей нашей планеты. Еще одно извержение вулкана, но на этот раз уже подводного. Да, и такие бывают. Немного просветления на канале Фактория никогда не будет лишним. Фото сделано на территории Канарских островов. В этот раз с МКС удалось заснять пугающий грозовой фронт, который проходил над Кувейтом и Саудовской Аравией в 2013 году. Это точно не кадр из какого-то фэнтези. Центральный парк Нью-Йорка тоже может похвастаться своими размерами. Он занимает почти 340 гектар. А это всего 6% от общей площади острова Манхэттен. Извержение на лавовом поле Исландии. В такие моменты понимаешь, что вулканы впечатляют только на расстоянии. А вблизи подобное ну никак не хочется наблюдать. В Саудовской Аравии огромную площадь государства занимает Аравийская пустыня. Но ее начали озеленять. Так выглядела территория зеленых насаждений в 2012 году. Надеюсь, сейчас дела обстоят еще лучше. Ураганы – это еще одно стихийное бедствие, которое никогда не приносит ничего хорошего. Особенно если они размером с этот ураган Флоренс. Великая Китайская Стена не просто так получила свое название. Ее действительно видно из космоса. А ведь все это было возведено очень давно руками простых работяг. Так выглядит бриллиантовая шахта с высоты. Находится она в Боцване, Африканском государстве. Снимок слишком уж какой-то красочный, будто художник поработал. Поля не обязательно должны быть только зелеными. Ведь существует много цветочных полей. И такие места из космоса тоже выглядят очень необычно и позитивно. Фитопланктон имеет удивительное свойство красиво переливаться под водой. И места с наиболее крупным скоплением такого планктона видно даже из космоса. Например, эта локация находится в Балтийском море. Задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядит Земля с поверхности Луны, которую мы видим в небе каждую ночь? А вот именно так. Кстати, конкретно этот кадр был сделан, когда человек первый раз ступил на Луну в 1969 году. Во время фестиваля огней в Индии буддисты и индусы зажигают тысячи факелов по всей стране. И этот праздник даже видно с МКС. Очень похоже на перевернутую, украшенную новогоднюю елку. Венеция. Этот город, который на самом деле стоит на воде. Это одна из причин, почему ее знают по всему миру. Но в этот раз водичка была не первой свежести. Некоторые восточные китайские провинции весной начинают золотисто переливаться. Потому что в этот момент начинает цвести рапс. И это еще одно место, которое нужно в первую очередь разглядывать из космоса. А теперь перенесемся в Испанию. А точнее на оливковые рощи Испании. Которые с воздуха превращаются в весьма интересный паттерн. Еще одно невероятное цветение планктона, которое удалось запечатлеть в Баренцевом море у северного побережья Европы. Вы тоже видели какие-то удивительные явления? Тогда присылайте мне их фото. Ну вот, Фактория и дождалась кругов на полях. Явно эта идеальная форма была создана не природой, но и не пришельцами. Всю эту зелень в еще одной пустыне люди высаживали вручную. Площадь в столице Мексики. По-моему, такая форма района действительно должна быть очень удобной для местных жителей. А с космоса она еще и красивая. Еще один снимок с территории Китая. На этот раз мы можем хорошо разглядеть слияние двух рек совершенно разного цвета. А вы знали, что горная система Анды разделяет собой густой лес от пустыни? Удивительно, насколько резкий здесь переход от процветания к безжизненному району. Следующий кадр был сделан в 2022 году. Перед вами граница Пакистана и Ирана. Пограничный пункт довольно узкий, поэтому здесь появился такой автомобильный затор. В Испании довольно хороший климат для выращивания различных культур. Но и теплицы здесь тоже очень активно используются. Если речь идет о промышленных масштабах, то теплицы видно даже из космоса. На этом кадре можно увидеть, какие бывают последствия из-за наводнения от крупной реки. Перед вами небольшое поселение в Нигерии, которое почти скрылось под водой. И еще одно не самое приятное зрелище. Но если в предыдущем случае виновата была природа, то здесь совершенно противоположный случай. Перед вами последствия вырубки лесов в Австралии. В американском штате Колорадо очень много территорий, отведенных под сельское хозяйство и разведение скота. И с воздуха эти места выглядят как холст художника-абстракциониста. Очередной гранд-проект из Арабских Эмиратов. В последние несколько десятков лет эта страна нас постоянно пытается удивить своими постройками. Кладбище в Испанском Мадриде. Оно является одним из самых крупных кладбищ в мире, с количеством могил около пяти миллионов. Это больше, чем население современного Мадрида. Возможно, кто-то из вас слышал про фестиваль Burning Man, проходящий на территории пустыни Black Rock в США. На творческий фестиваль ежегодно приезжают десятки тысяч человек. Художественная инсталляция «Дыхание пустыни» занимает площадь 100 тысяч квадратных метров. Находится это чудо в Египте и было создано группой художников в 2007 году. Эта фотография побережья доказывает, что волны могут идти не только сплошной стеной, они бывают еще и круглыми. Но это не самое распространенное явление. Раз наводнение уже было, Фактория просто не может вам не показать последствия после песчаной бури, которая занесла одно африканское поселение. Еще один снимок, который был сделан в пустыне. Небольшой и единственный оазис в безжизненном месте, к которому ведут десятки дорог со всех сторон. Восьмиугольное водохранилище в Бельгии. Это еще один масштабный шедевр. Просто вдумайтесь, какое количество точных расчетов сперва пришлось произвести перед большой работой. Заброшенная алмазная шахта в Восточной Сибири. Ее глубина 525 метров, а диаметр 1200 метров. Представьте, каково жить рядом с такой пропастью. Искусственно созданные калийные пруды в США. И вновь хочется увидеть того художника, который прошелся здесь своим гигантским пером. После обрушения дамбы, эта деревня, которая находится в Аргентине, частично погрузилась в воду. Теперь ее называют Аргентинской Атлантидой. Быть астронавтом – это значит постоянно наблюдать какие-то невероятные природные явления. Конкретно этот случай сравнили с гигантской розой. И действительно, есть что-то схожее. Еще один американский город. Он чем-то напоминает городок, собранный из множества деталей конструктора Лего. Такие места интересно разглядывать не только с Земли, но и из космоса. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо за подписку на канал и оставленный комментарий. До завтра! Субтитры создал DimaTorzok Отлично! Добавил субтитры Дим Di Maradt